Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Второй закон Ньютона. Сборник задач Московкиной. Задача 10.7. Тело массы 4 килограмма по действиям некоторой силы приобретает ускорение 2 метра на секунду в квадрате. Какое ускорение приобретет тело массы 10 килограмм под действием такой же силы. То есть первое тело у нас приобретает ускорение 2 метра на секунду в квадрате. Вот второе тело массы, которое 10 килограмм, да, приобретает какое-то ускорение, которое нам с вами и необходимо найти. При условии, что силы и в первом, и во втором случае будут одинаковыми. Вот и все. Вот такая вот задача. Ну что? Почему я написал тут А2? А1. Ну и чему равняется А1? Ф1 на М1. А2. Ф2 на М2. Ну что интересно, силы-то равны. Значит, Ф... Ну, можно писать, Ф1 равняется Ф2 и равняется Ф. Так часто делают. Значит, Ф равняется М1А1. А с другой стороны та же сила, та же самая сила, это М2 на А2. Ну, а значит, М1А1 равняется М2 на А2. Ну, вот и все. Отсюда уже можно найти А2, поделив вот эту часть, М1А1 на М2. Вот все. Ну и что нужно сделать? Подставить численные значения. Это можно сделать в уме. Четырежды два, восемь. Восемь поделим на десять и получим 0,8 метра на секунду в квадрате. Вот так вот решается эта задача. Самое главное здесь было понять, какое ускорение приобретет тело массой под действием такой же силы. Все. Вот это, так сказать, ключевая фраза. Под действием такой же силы. Теперь задачка десять, восемь. Задачка десять, восемь. Итак, дорогие товарищи, переходим к следующей задаче. Задача такая при действии на тело силы в 12 ньютонов. Записываем. 12 ньютонов. Оно приобретает ускорение один метр на секунду в квадрате. Какую силу нужно приложить к этому телу, чтобы оно приобрело ускорение 0,2 метра на секунду в квадрате? Какую силу? То есть здесь ситуация такая. Задачка очень похожа на предыдущую, только что. То же самое тело. То есть масса тела не изменяется. То есть F1, A1. Здесь A2. Нужно найти F2. При условии, что масса в первом случае, и во втором случае, одна и та же самая масса. Ну вот все. Значит, что у нас? A1, F1 на M, A2, F2 на M. Ну отсюда будет масса равна F1 на A1. А с другой стороны, та же самая масса. Это F2 на A2. Ну, значит, F1 на A1 равняется F2 на A2. Ну и что мы ищем? Ищем F2. F2 будет равняться. Дробь барабанная, да? F1 на A1. Это записали. А2 вот сюда присоединится. Все. Решили эту задачу. Значит, 12 умножаем на 2 десятых. Обратите внимание, как я это записал. Да? А A1 это единичка. 24 делим на 10. Получаем 2,4 метра. Ой, ньютонов. Вот таким вот образом мы с вами определились. Значит, сила, которая подействует на тело какой-то массы, да? Вот. Будет равна 2,4 ньютона. Вот. Ну, кстати говоря, можно и проверить. 12 на 1 это 12. А если 2,4 поделим на 0,2, да? Вот. Ну, опять-таки, получим 12. Так что все правильно. Вот. Ну, все. Задачку еще одну мы с вами, так сказать, решили. Давайте поедем дальше. Значит, задачка... 12... 10... 9... Мы с вами переходим на второй уровень. Задачка 9,10,9. 10,9. С каким максимальным ускорением можно поднимать груз массой 800 кг? С помощью троса, прочность которого на разрыв равна 9 килоньютонов или 9 тысяч ньютонов. С каким максимальным ускорением вот этот трос, так сказать, можно поднимать, чтобы он не разорвался. Ну, поскольку второй уровень чуть-чуть становится сложнее, значит, мы должны представить себе процесс. Вот трос. Ну, там мотор, который будет поднимать его. Вот этот самый его, так сказать, груз. Значит, что здесь, ребятки, происходит? На это тело массой 800 кг, естественно, будет действовать сила тяжести. Силу тяжести я буду записывать таким вот образом. М, G. Так, подсчитывается сила тяжести. А вот здесь вот у нас будет сила F. Вот всё. Итак, вся эта штуковина будет подниматься вверх. Поэтому второй закон Ньютона я могу в математической форме записать так. Сумма всех сил равна произведению массы тела на ускорение. Ну, а это означает, что все силы, которые будут смотреть по направлению движения, они будут положительны. А то, что будет мешать, будет отрицательны. Смотрим. F положительны. Сила тяжести отрицательны. И это всё равняется произведению массы тела на ускорение. Ну, значит, сейчас мы можем отсюда вот это вот ускорение найти. Это F минус M, G. Да, и делённое на массу. Можно сразу подсчитывать, а можно чуть-чуть, так сказать, расширить, так сказать, или наоборот сузить, да. F делённое на M, я поделил, и минус G. Вот такое вот ускорение у нас будет. Ну, давайте с вами посчитаем. Ускорение будет равняться. Сила 9000. Да, мы делим на массу, на 800. Да, и отнимаем G. G буду в задачках принимать за 10 метров на секунду в квадрате. Значит, отнять 10. 2 0, 2 0 сократили. 90 мы должны с вами поделить на 8. Что я сейчас и сделаю. 90 поделю на 8. Получается 11 25. И отнимаю 10. И получаю 1,25 метров на секунду в квадрате. Вот при таком вот ускорении, да, трос может оторваться. Вот, может оторваться. Да, вернее не оторваться, а разорваться. Вот, поэтому лучше такого ускорения не достигать. А то груз башка попадет, и все, совсем мертвый будешь. Так, 10 10. 10 10. Второй уровень. Ну, давайте посмотрим, что же 10 10 будет из себя представлять. Итак, тело массой 6 килограмм начинает двигаться под действием постоянной силы 20 ньютонов. Отлично. Какую скорость это тело приобретет через 3 секунды. О, и тут мы с вами должны найти скорость. Ну, давайте с вами подумаем. Зная силу и массу, я могу найти ускорение. Ну, а если я знаю ускорение, можно найти и скорость. Как же это сделать? Да, очень просто. Вот. Давайте сделаем так. Ускорение будет равняться f, деленное на массу. Самое интересное в этой задаче, ключевое слово, начинает двигаться. Начинает двигаться. Что это означает? А это означает, что начальная скорость-то равна нулю. Тогда формула выравняется v нулевое плюс a t. Все. А начальная скорость равна нулю. Значит, скорость, которую мы должны найти, вместо ускорения могу написать f на m, умножить на t, ну и получить ту скорость, которую мы, так сказать, ищем. 20 я должен поделить на 6 и умножить на время. Три. Да? Вот. Ну и сколько это получается? Получается 10 метров в секунду. Вот. Можно было сразу рассчитать ускорение. Так тоже иногда делается. То есть 20 поделить на 6. 20 шестых умножить на 3 и мы снова с вами получим 10 в любой ситуации. То есть здесь получается 2 шестых это 0. Значит, получается 20 шестых это 10 третьих. Это 3 целых 3333333333333333 умножаем на 3, получаем 10 метров в секунду. Но, на мой взгляд, так это сделать лучше. Ну что, раз, два, три, четыре. Давайте еще одну задачку решим. Одиннадцатую. Задачка одиннадцатая. Вот. Задачка одиннадцатая. Посмотрим, как же ее решить. Одиннадцатую задачку. Задачка одиннадцатая следующая. Пояс с массой пятьсот тонн. Масса пятьсот тонн. Ну, сколько это будет? Это пятьсот, а в тонне тысячи килограмм. То есть я еще должен добавить сюда три нулика. Вот так вот. Добавляем три нуля. А я запишу это так. Раз, два, три, четыре, пять. Я запишу пять на десять в пятой степени килограмм. Вот такая масса поезда. Который после начала торможения останавливается. Остановился. То есть скорость в конце, она равна нулю. Хорошо. По действиям силы трения, ну, можно писать ФТР, ноль целых одна десятая мега ньютонов. Вот. Ноль целых одна десятая, а вместо мега я напишу десять в шестой степени ньютонов. Вот. Какую скорость имел поезд до начала торможения через одну минуту? Время одна минута. Ну, в одной минуте шестьдесят секунд. Это понятно. Да, и мы должны с вами найти вот начальную скорость. То есть едет поезд, да, вот. Поездяра едет, да. Вот вагончики тут. И так далее, и тому подобное. Вот здесь у него начальная скорость. В этот момент он начал тормозить и где-то там остановился. То есть вот здесь вот у него скорость равна нулевому. Тогда В равняется. В нулевое минус АТ. Почему я написал минус? Потому что тело тормозит, замедляется своя скорость. А это означает, что в конце концов он остановится и скорость станет равной нулю. Тогда В нулевое это просто-напросто произведение А на Т. при этом я знаю, что ускорение-то отрицательное. Вот я его здесь использовал. Вот и все. Значит, В нулевое, для того, чтобы найти, да, нужно ускорение умножить на время. В нулевое это ускорение. Но ускорение это что такое? Ф деленное на М. И опять-таки нужно умножить на время. Все. Задачка решена. Дробная черта. И смотрите. 5 на 10 в пятой. Время 60 секунд. А масса... Почему? Господи, неправильно я пишу. Значит, сила трения. 1 десятая на 10 в шестой. Время здесь. А масса 5 на 10 в пятой. Видите, да? Значит, что получается у нас? 0, 0 сократили. 10 в пятой убрали. Тут 10 осталось. 10 на 6 будет 60. 60 делим на 5. И получаем 12 метров в секунду. 12 метров в секунду. Вот таким вот образом я пришел к ответу. Вот все. Все. Достаточно. 5 задач мы с вами решили. Вот. Нужно так сказать все это переосмыслить. Смотрите. Если все понятно, хорошо. Если что-то непонятно, я все время своим ученикам говорю. Вот на начальном этапе мы должны построить базу. А это означает перерешать самое большое количество не совсем сложных задач. Но на их надо перерешать. Поэтому можете пролистать, так сказать, с самого начала все, о чем я рассказал. Записать условия всех задач. Можно взять этот учебник, да, и перерешать самостоятельно. Если у вас все получилось, значит, как говорится, вы идете правильной дорогой. А чтобы идти правильной дорогой, я лишний раз напоминаю, что нужно учить физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен. Всего-всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Продолжаем с вами решая задачи по теме закона Ньютона. И сейчас нам предстоит решить еще пять задач. Изборника задач Московкина и Волкова, сборника задач по физике для 11-х и 10-х классов. Задачки вот такие вот. 10-12, 10-13, 10-14, 10-15, 10-16. Начинаем! Задачка 10-12. Задачка такая, по действиям некоторой силы, скорость тела массой 20 кг изменилась с 5 до 15. Ага, ну то есть начальная скорость 5 метров в секунду до 15-15 метров в секунду за 20 секунд. За время 20 секунд. Ну и какая это сила? То есть что произошло? Подействовали в какой-то момент времени на тело, которое уже двигалось со скоростью 5 метров в секунду с силой. Сила причина ускорения. И тело начало ускоряться. То есть в данной ситуации увеличивать свою скорость. И оно увеличило это тело скорость свою за 20 секунд до 15. Ну и какая это сила? Ну какая сила? Второй закон Ньютона F на M Ну это означает что F равняется M A Так. Масса есть. А ускорение? А ускорение это изменение скорости за единицу времени. Вот и все. И тогда сила которую мы ищем это M V отнять V нулевое деленное на T Все. задачка решена потому что все значения нам известны. F равняется масса 20 изменение скорости 15 отнять 5 это 10 и делим на 20 время и получаем 10 Ньютонов. Все. Первую задачку мы с вами решили 10-12 Теперь переходим к следующей задаче. А сейчас задачка 10-13 Вот задачка 10-13 такая С балкона дома выпал мячик для настольного тенниса массой 2,5 грамма Вот будем знать что мячик для настольного тенниса 2,5 грамма 2,5 на 10 в минус третьей степени килограмм Почему? Да потому что грамм это одна тысячная килограмма или 10 в минус третий И вот на рисунке представлен график зависимости скорости График зависимости скорости График я нарисую ну не совсем как говорится точно но здесь значения такие вот здесь 20 а здесь 2 секунды это в секундах а по оси у это скорость метра в секунду вот график известен да пользуясь графиком определите силу которая действует на мячик но в данной ситуации когда мячик опускают с какой-то высоты на него действует только лишь сила тяжести может быть еще и сопротивление воздуха но в данной задаче ничего не сказано поэтому будем считать что на это тело действует только лишь сила тяжести вот хотя здесь говорится результирующей силе ну хорошо результирующая сила пусть все силы которые на это тело действуют вот да сумма всех сил можно и так допустим записать но в любой ситуации вся сумма этих сил будет равна чему произведению массы тела на ускорение масса известна и там график зависимости скорости от времени ну понятно что наклоны этого графика это и есть ускорение значит я выбираю две точки вот первая и вторая вот потому что наклон всегда ищется по двум точкам тогда у нас ускорение будет равняться 20 отнять 0 и 2 отнять 0 получается 10 ну естественно метров на секунду в квадрате тогда сумма всех сил будет равна 2 с половиной на 10 минус 3 да вот и умножить на 10 ну и получается что 25 на 10 минус 3 степени ньютонов или можно писать 25 милли ньютонов вот вот такой вот ответ мы с вами и получили да вот хорошо поехали решать следующую задачку сейчас задачка 10 14 задачка 10 14 тележка массой 10 килограмм описываем тележка массой 10 килограмм есть такая тележка под действием силы 40 ньютонов пришла в движение значит на нее подействовала сила 40 ньютонов и она стала двигаться что интересно здесь ключевое слово пришла в движение это означает что начальная скорость равна нулю вот значит я уже понял что начальная скорость будет равна 0 метров в секунду вот какой путь она пройдет за одну секунду силы сопротивления пренебреть время 1 секунда и какой такой путь она пройдет давайте с вами договоримся как мы будем обозначать путь путь будем обозначать буквой с вот путь будем обозначать буквой с ну хорошо давайте с вами подумаем что же тогда у нас получается сила есть да сила есть ума не надо да так нет сила есть значит сейчас я могу сказать ага если есть сила значит есть ускорение так ускорение а вот ускорение то здесь в данных не видно да потому что сила есть масса есть можно найти ускорение а как же его найти если у нас имеется время а вот по этой вот формуле дельта x равняется в нулевое t плюс а t квадрат пополам дельта x это перемещение а нам нужно найти путь и если тело движется по прямой в каком-то направлении и это направление не меняется и едет прямо 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 то перемещение численное его значение будет равно пути начальная скорость ноль значит что осталось а т квадрат пополам ага значит ускорение будет равняться 2s на t в квадрате вот все значит что у нас получается 2s на t в квадрате это ускорение равняется f на m ну и все значит s можно найти s будет равняться f умножить на t в квадрате а к массе двоечка прилезет так сказать вот все вот такую формулу мы с вами и получили f t квадрат деленное на 2m ну 40 одна секунда в квадрате одна единица а 2m будет 20 значит что у нас получается 40 на 20 2m да ну 2m получили вот все значит еще одну с вами задачку мы решили поехали дальше задачка 10 15 так задачка 10 15 стираем и читаем что же у нас там получается постоянная сила приводит тело массой 6 килограмм в движение приводит в движение ну значит опять начальная скорость равна 0 0 метров в секунду начальная скорость чему равна величина этой силы если за первую секунду своего движения значит за одну секунду своего движения тело прошло путь 15 метров вот все чему равна величина этой силы ну чему равна равно f равняется m на f m a откуда это было видно что ускорение это f деленное на m еще не раз напоминаю что под f в данной ситуации я понимаю сумму всех сил или результирующую или результирующую силу так ну что ну что масса есть значит надо искать ускорение потому что ускорение то не дано а s равняется опять начальная скорость равна нулю если в предыдущей задачке я записал всю формулу а теперь я просто могу написать at квадрат пополам вот ну и найти отсюда чему будет равняться ускорение это 2s на t в квадрате значит сила которую мы ищем это будет 2ms деленное на t в квадрате да вот и все масса и умножить на ускорение 2ms на t в квадрате ну и что получается 2 умножаем на 6 и умножаем на s на 15 вот а t в квадрате это единица ну и сколько получается 6 на 15 это еще из далекого далекого детства помню если у нас имеется 6 монеток по 15 копеек да всегда будет получаться 90 ну ладно значит 90 на 2 это будет 180 ньютонов все и еще одну задачку с вами решили что остается 1016 1016 еще одна задачка 1016 сколько времени действовал на тело массой 2 килограмма на тело массой 2 килограмма постоянная сила 40 ньютонов постоянная сила 40 ньютонов если скорость тела увеличилась на 2 метра в секунду то есть изменение скорости у нас 2 метра в секунду и нам нужно найти время изменение скорости скорость изменилась иначе на тело действовала сила потому что сила причина ускорения вот ну все значит ускорение R деленное на M а сила это масса на ускорение сила есть так а ускорение с другой стороны это изменение скорости за единицу времени правильно ну значит тут есть два варианта либо подставить ускорение сюда либо здесь написать ну давайте так запишем да дельта V деленное на T это F на M ну отсюда будет следовать что T которое мы ищем вот T оп оно идет вместо F да а F идет сюда значит дельта V деленное на F а масса и вот сюда присоединяется вот все мы задачку решили значит 2 умножаем на 2 и делим на 40 и получаем на целых 1 десятая секунды вот так вот решается эта задача ну вот еще 5 задач мы из этого хорошего сборника с вами решили будем продолжать но это будет потом а сейчас мне остается только вам напомнить что вы учите физику на самом суперском канале физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен всего-всего вам доброго до свидания до новых встреч здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену решая задачи из сборника задач с 10-11 класс Московкиной и Волкова и сейчас нам предстоит решить еще пять задач начиная с 10-22 и заканчивая 10-26 так задача 10-22 троллейбус масса которого 10 тонн масса 10 тонн это 10 тысяч килограмм и я запишу так вот 10 в четвертой степени 10 в третьей это тонна и еще нолик добавим значит получаем 10 тысяч трогаясь место приобрел на пути 50 метров скорость 10 метров 50 метров трогаясь иногда я пишу S равняется S 50 метров ну в данной ситуации путь и перемещение по численному значению да ну они будут равны вот скорость 10 метров в секунду значит скорость 10 метров в секунду была приобретена найти силу трения если сила тяги 14 килограмм ньютонов 14 на 10 в третьей степени ньютонов и нужно найти силу трения и нужно найти силу трения силу трения буду обозначать маленькой буквой F ну что что мы должны так сказать сделать и так троллейбус поехал сила тяги сила трения мешает ага второй закон ньютона который нам говорит о том что если огромное количество сил приложить к какому-нибудь телу которого имеется масса значит у него будет ускорение значит второй закон ньютона я могу в математической форме записать вот таким вот образом ну вот все ну представим себе этот троллейбус вот с рогами допустим этот троллейбус да и что значит это у нас сила тяги а вот так вот у нас будет сила трения F маленькая это означает что выбрав положительное направление оси слева направо ну естественно по направлению действия силы тяги мы можем записать что F это у нас положительное мы сейчас находим проекции этих действующих сил на ось X отнять F потому что сила трения мешает это будет M A произведение массы телом ускорения ну и уже отсюда будет следовать что ускорение которое мы ищем это F отнять F деленное на массу проблема здесь заключается в том что мы не знаем чему будет равняться ускорение ага ну значит если ускорение неизвестно ой что я делаю твой ёлки-палки мы же ищем силу трения ой а я ищу ускорение так по накатанному пути идем мы силу трения ищем значит силу трения будет F отнять M A а вот теперь мы должны подумать как найти ускорение нам известно пройденное расстояние да и скорость которую тело приобрело 10 метров в секунду начальная 0 времени нет значит есть вот такая вот формула дельта X V квадрат отнять V нулевой квадрат деленное на 2 A V нулевое это 0 значит ускорение это V квадрат деленное на 2 дельта X значит силу трения у нас будет равна F отнять масса а вот вместо ускорения напишем V квадрат деленное на 2 дельта X вот все вот все вот задачка в принципе решена нужно что сделать подставить численные значения ну давайте подставим значит здесь будет 14 на 10 в 3 отнимаем 10 26 подвинем чуть-чуть в сторону отнимаем значит масса 10 четвертой V квадрат это 10 во второй ну 10 в квадрате это 100 и делим на 2 дельта X еще делим на 100 да значит еще на 10 во второй пак здесь здесь четвертой а здесь 14 на 10 третье или 1,4 десятых на 10 в четвертой отнимаем 1 на 10 четвертой правильно и что мы получаем мы с вами получаем 0,4 на 10 четвертой степени ньютонов ну или 4 на 10 третьей степени ньютонов или 4 килограмма ньютона вот все видите и даже нам калькулятор не потребовался все эту задачку мы с вами решили едем дальше едем едем телом массой 3 килограмма мы сейчас будем решать 10 23 итак телом массой 3 килограмм падает в воздухе с ускорением 8 метров на секунду в квадрате определить силу сопротивления воздуха силу сопротивления воздуха которую обозначу маленькой буквой F так вот давайте с вами сейчас вспомним все задачки которые решались допустим на свободное падение тел мы говорили тела падают на землю с ускорением 9,8 метров на секунду в квадрате округленно до 10 но они падали всегда с этим ускорением при одном условии что сила сопротивления воздуха не учитывалась а сейчас тело падает с ускорением но не 9,8 приблизительно 10 метров на секунду в квадрате а с ускорением 8 метров на секунду в квадрате это означает что сила тяжести которая действует на тело и есть еще сила сопротивления воздуха вот все то есть если я сейчас выбираю ось у по направлению падения тела я тогда могу записать что мж отнять ф это и есть не что иное как ма а это означает что сила трения или сила сопротивления воздуха будет равна мж отнять ма ф сюда ма сюда аф равняется м ж отнять а все вот ну и что получается 3 правильно тут 10 отнять 8 будет 2 ну короче получается 6 ньютонов 10 отнять 8 и умножаем на 3 получаем 6 ньютонов вот такая вот сила сопротивления у нас так сказать в нашей задаче случилось едем дальше сейчас 10 24 10 24 10 24 задачка такая тело массой 0,1 килограмм я сначала прочитаю брошенный вертикально вверх со скоростью 40 метров в секунду достигла высшей точки подъема через 2,5 секунды определить среднее значение силы сопротивления воздуха ну давайте условия записываем итак тело массой 0,1 килограмма вертикально вверх бросили то есть это начальная скорость 40 метров в секунду высшая точка подъема была достигнута через 2,5 секунды нужно найти среднее значение силы сопротивления воздуха да ну так 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 ну что нужно делать нужно опять-таки рисовать подчерчешь вот и сообразить что же здесь происходит вот отсюда было брошено вертикально вверх тело оно стало подниматься так сила тяжести всегда направлено вниз а тело брошено вертикально вверх и вот оно летит в воздухе сила тяжести действует действует а вот интересно а сила сопротивления куда будет направлено а тоже вниз тело движется вверх а воздух да мешает ему подниматься вот сила F тоже направлена вниз значит F плюс Mg это у нас должно быть произведение массы тела на ускорение произведение массы тела на ускорение так и силу сопротивления воздуха мы с вами должны найти ну чему силу сопротивления воздуха будет равняться M Mg переносим туда и тут будет A отнять G все хорошо все хорошо да вот все у нас хорошо только что нам неизвестно что нам неизвестно нам ускорение то неизвестно так значит надо соображать что же делать у нас с ускорением так достигла наивысшей точки за 2,5 секунды так за 2,5 секунды достигла наивысшей точки то есть если я обозначу H вот эту наивысшую точку подъема вот это у нас будет H да то H тогда будет равняться VT деленное на 2 почему потому что V плюс V нулевое деленное на 2 умножить на T это в данной ситуации может быть расстояние высота подъема V нулевое это было равно нулю отлично значит я могу найти эту высоту отлично ну давайте найдем 40 умножим на 2,5 и поделим на 2 значит высота у нас получается равна 5 метрам вот высоту нашел а если я нашел высоту значит я могу и ускорение найти V квадрат отнять V нулевое квадрат деленное на 2 A наивысшей точке подъема тела A становится а ускорение у нас будет отрицательным вот ведь в чем дело значит ускорение будет равняться V квадрат деленное на 2 H давайте посчитаем 1600 и делим на 2 H и делим на 10 да и что же у нас получается у нас получается вау у нас получается 160 что же у нас такое получается почему 160 получилось почему 160 получилось Почему у нас получилось 160? Я не понял. В умножить на Т. Это 40 умножить. Ну, конечно. Это не 5 метров получается, а 50 метров получается. Ну вот. Умножил называется. Вот видите, да? Значит, здесь надо поделить на 100. Пах, пах, пах. И получается 16 метров на секунду в квадрате. 16 метров на секунду в квадрате. Вот. Что-то я запутался, да? Что-то я запутался. 16 метров на секунду в квадрате. Ну, правильно. Чего это? Ничего не запутался. Мысли какие-то дурные в голову лезут. Короче говоря, F получается масса 0,1. А А это 16. А G 10. Всего умножаем на 6. Получаем 0,6 ньютонов. Вот. Вот таким вот образом. Ускорение-то у нас получилось. Самое интересное заключается в том, да, что вот эта сумма всех сил направлена против оси. То есть ускорение, вот, по идее здесь оно отрицательное. Вот. Но мы его уже учли, что оно отрицательное. Понимаете? Вот здесь вот, когда я поставил знак минус. Вот. Потому что сила трения, точно так же, как и сила тяжести, замедляет движение тела, брошенного вертикально вверх. А значит, ускорение, при данной ситуации, как я выбрал ось, оно у нас будет отрицательное. Ну вот всё. Вот всё. Нашли с вами. Ускорение подставили сюда и получили ответ. Всё. 10, 2, 4 решили. Вот. Да? А какие же мне мысли в голову-то лезли? А-а-а. А не вот какие мысли интересные, да? Вот смотрите. Если мы берём шарик, да, и отпускаем, у него действует сила тяжести. А это означает, а это означает, что ускорение, ускорение, да, вот, в любой ситуации, вот, которое будет действовать на тело, если нет сопротивления воздуха, оно всё равно будет равняться 10 метров на секунду в квадрате. Вот. Поэтому я думал, как же я получил 16 метров на секунду в квадрате, если этого как будто бы быть не может. Оказывается, может, если есть сопротивление воздуха. Ну вот, ладно. Давайте дальше с вами будем решать задачку. Значит, сейчас задачка 10, 25. Задачка про парашютиста. Парашютист массой 60 килограмм совершил прыжок с воздушного шара. И при скорости 30 метров в секунду раскрыл парашют. Значит, масса 60 килограмм и при скорости 30 метров, то есть сейчас начинается задача, когда он достиг этой скорости, 30 метров в секунду раскрыл парашют. Через какое время скорость парашютиста достигнет величины 5 метров в секунду? Ну, вот, потому что раскрыв парашют, воздух, да, сопротивление воздуха, скорость начнет меняться, уменьшаться, если средняя сила сопротивления 650 ньютонов. Вот. Значит, что мы должны дойти, через какое время? Найти время. Вот. Представили себе. Значит, вот парашют, тут парашютист. Короче говоря, там, ладно, это его ноги, вот это парашют. Вот. И в данный момент В нулевое, 30 метров в секунду, он продолжает опускаться. Вот. Там. Естественно, для того, чтобы дойти до скорости 5 метров в секунду, до скорости В, он проходит, естественно, какое-то расстояние. Но прежде всего, что мы должны сделать? Мы должны силы расставить. Итак, сила, которая будет действовать, это сила тяжести и, раскрыв парашют, сила сопротивления. Правильно? Значит, я записываю МЖ отнять F. Вот. Я выбираю ось вниз. И это будет равняться произведению массы тела на ускорение. Вот. Правильно? Правильно. Ну, хорошо. Что же у нас тогда получается? Масса есть. Сила сопротивления есть. Мы не знаем, чему равняется ускорение. А его можно найти. Это В отнять. В нулевое, деленное на время Т. Правильно? Вот. Значит, ускорение мы можем таким вот образом найти. Ну и что у нас получается? Давай посмотрим. Значит, масса. 60 умножаем на 10. Получаем 600. Отнимаем 650. О! Получается отрицательное число. А пугаться-то не стоит. Потому что ускорение-то у нас, оно, по идее-то, тоже отрицательное. И вот почему. 5 умножаем, 5, отнимаем с вами 30. Правильно? И деленное на Т. Все. Получается минус 50. А здесь получается минус 25, деленное на время Т. Правильно? 25. Только что я сделал эту? Я на массу не помножил. Ёлки-палки. На 60 еще надо умножить. Вот. И тогда у нас получается. Ну что, здесь можно записать, сократив на 25 левую и правую часть, тут будет двоечка, значит, Т будет равняться минус 60 на минус 2, и получаем 30 секунд. И получаем с вами 30 секунд. Вот такая вот ситуация. Я решил таким вот образом, да? Вот. Что можно еще сделать? Каким образом, так сказать, подойти? Кто-то может сказать. Вот эта ведь сумма сил, она будет отрицательна. Да. А отрицательная сумма сил дает нам и отрицательное ускорение. Поэтому я могу записать здесь минус, и здесь поставить знак минус, и продолжать решать. И в конечном итоге мы от этих минусов избавимся, и все равно получим 30 секунд. Все зависит от того, под каким углом мы рассматриваем, так сказать, данную задачу. Ну что, решили. Правильно? Остается еще одна задачка, 26-я. Ну, давайте ее решим с вами. Задачка 10.26. Задачка 10.26. Парашютист, достигнув... Вот задачки про парашютистов. Парашютист, достигнув в затяжном прыжке скорости 55 метров, раскрыл парашют. Ну, почти то же самое, что у нас и было. Значит, парашютист, достиг в затяжном прыжке скорости 55 метров в секунду, раскрывает свой парашют, после чего его скорость в течение 2 секунд уменьшилась до 5 метров в секунду. Понятно? Смотрим предыдущую задачу, да? Найти силу, с которой действует на парашютиста стропы парашюта. Это и есть сопротивление воздуха. Сила сопротивления воздуха, если масса парашютиста 80 килограмм. Вот такая вот задача. Ну что, задачка очень похожая на ту, которую мы с вами решили. Итак, вот у нас там парашютист, вот этот парашют такой грибок, это его, так сказать, руки. Неважно, вот этого что мы должны найти? Значит, сопротивление воздуха, да? Вот у нас натяжение этих строп, тут он держит ручки. Вот, короче говоря, сила тяжести вниз, сила сопротивления у нас будет вверх. МЖ отнять F равняется МА. Вот. И давайте сейчас мы пойдем по другому пути. Вот, не таким путем надо идти. Смотрите, да? Парашютист. А нет, зачем по другому пути? Вот он у нас вниз и падает, все хорошо, не надо вверх. Вот, значит, сила МЖ отнять F, МЖ отнять F, да, будет МА. Все. И сила сопротивления, которую мы ищем, да, это МЖ отнять МА. Вот, что мы с вами должны, так сказать, сделать. Вот. А чему будет равняться это ускорение? Ускорение, оно у нас будет равняться V отнять V нулевое, деленное на T. Не надо бояться в данной ситуации делать вот таким вот образом. Давайте посчитаем, чему оно будет равняться. В это конечная скорость отнимаем на чайную 55 и делим на время T на 2 секунды. Значит, получаем минус 25, правильно? Метров на секунду в квадрате. Ну, естественно-то, ускорение будет отрицательное. Почему? Да потому что парашют будет замедлять свою скорость. Поэтому сила, которую мы ищем, будет равняться МЖ минус ускорение. Вот отсюда. И что же у нас получается? 80, 10 минус минус 25. Вот. Видите, что получилось? Вот. Минус минус дает плюс. Значит, получается, что сила трения это 8. Нужно умножить на 35. И таким образом мы получаем с вами 2800 ньютонов. 2800 ньютонов это сила сопротивления. Она отрицательна. Потому что ось-то направлена вниз, а сила сопротивления мешает. Но ее отрицательность мы выразили вот здесь, когда написали минус а. Вот. Можно так делать? Можно. Короче, что я хочу сказать. Когда решаются задачи, это не просто подставить численные значения. А нужно понять, что происходит. Я надеюсь, что я постарался объяснить, как можно понятнее. Вот все. А вообще, мальчики и девочки, студенты и студентки, учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Хотите сдать единогосударственный экзамен, как положено, заходите на мой канал, буду вам очень рад. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Мы продолжаем с вами решать задачи из очень хорошего сборника. Сборника задач по физике 10-11 класс Московкина и Волкова. И тем самым готовимся с вами к различного рода контрольным, самостоятельным. И, что самое важное, к единому государственному экзамену. К ЕГЭ, КОГЭ и так далее и тому подобное. И сейчас мы переходим на третий уровень и должны с вами решить еще, на мой взгляд, очень две знаковые задачи 10-29 и 10-30. Вот такие две задачки мы с вами должны решить. Давайте посмотрим, что же такая задача 10-29. К телу, лежащему на горизонтальной плоскости, в течение 10 секунд, прикладывают силу 10 ньютонов, направленную вдоль плоскости. После прекращения действия силы, тело движется до остановки 20 секунд. Найдите величину силы трения. Понятно. Сила трения у нас существует и ее мы с вами должны найти. Так вот, для того, чтобы решить эту задачу, прежде всего необходимо понять, что же здесь происходит. А для этого давайте с вами нарисуем чертеж. Вот у нас тело здесь какое-то находится. Скорость этого тела равна 0. И начинаем действовать с силой F1, равная 10 ньютонов. Под действием силы тело начинает увеличивать свою скорость. И в течение 10 секунд, естественно, это тело какую-то скорость приобретет. Обозначу ее V. А после этого эта сила прекратила действовать. Но тело приобрело же скорость. Оно должно остановиться. То есть вот здесь скорость будет равна 0. И время это у нас 20 секунд. Значит, T1 10 секунд. T2 20 секунд. И есть еще сила трения, которую мы находим. Сила трения, неважно, на первом участке. Вот это у нас будет первый участок. Или на втором участке. Она не изменяется. Как была, так и осталась. Вот мы ее с вами должны и найти. Самое интересное здесь заключается вот в том, в чем. Если у нас это первый участок. Вот эта вот скорость, которую тело приобрело в течение 10 секунд. Будет являться начальной скоростью для второго участка. Вот если мы это поняли. Значит, естественно, задачка становится простой. Давайте посмотрим, как же это делать. Вот у нас первый участок. Значит, F1. Отнять F. Равно произведению массы тела на ускорение. Ускорение на первом участке. Как же найти это ускорение? А1. Так. Начальная скорость есть. Здесь у нас будет скорость. Да, и еще известно время. Время. Расстояние неизвестно. Ну, воспользуемся вот второй вот формулой. Вот этой вот формулой. Да? Вот. Нет, зачем этой формулой? Первой формулой воспользуемся. Ускорение это V отнять V нулевое. Да, и деленное на время T1. V нулевое равнялось нулю. Значит, у нас получается V поделить на T1. Таким образом, F1 отнять F равняется M. V деленное на T1. Все. Эту формулейцию мы получили. Направление оси у нас выбрано слева направо. Как положительное. Тогда. Переходим теперь ко второму участку. И что тогда? А тогда мы видим, что на тело действует только лишь сила трения. Ну, тут можно ТР написать. ФТР. ФТР трения, да? Вот. Значит, минус FТР равняется чему? Равняется произведению опять-таки массы на ускорение второй. Что значит второе ускорение? Ну, ускорение на втором участке. Значит, А2 будет равняться. И опять V отнять V нулевое деленное на T. И вот сейчас мы с вами должны понять, что конечная скорость здесь, вот она, она равна нулю. Это не это V. А вот V нулевое как раз-таки вот это вот V. То есть вот здесь вот. Вот это вот V нулевое на втором участке. Это конечная скорость на первом участке. Я могу этот нолик убрать благополучно, да? И написать. Минус FТР равняется масса минус V деленное на T2, естественно. Вот. Минус минус у нас убирается. И мы получаем, что сила трения будет равна MV деленное на T2. Вот все. Мы получили с вами и второе уравнение. А теперь должны с вами подумать, как из этих двух уравнений найти силу трения. Я обращаю внимание, что в правой части есть MV и в левой части MV. Ага. Может быть это можно сократить, естественно. А давайте с вами поделим левую часть первого уравнения на левую часть второго уравнения. F1 минус F трения на F трения, который мы ищем. Но если мы поделили левую часть, значит надо и правой делить. MV на T1. А здесь будет MV. А T2 улетит у нас вверх. И мы видим, что совершенно не важно, какая масса у этого тела. Потому что мы сокращаем. Да, и совсем не важно, какую скорость оно приобрело, искать не надо. Вот и все. Тогда что же у нас получается? 10 отнятия F трения равняется 2 F трения. Ну, значит 10 равняется 3 F TR. А значит F TR это у нас 10 третьих. Или 3 F 3 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 ньютонов. Вот все. Задачка решена. Хорошая задачка. А вот. А теперь задачка будет следующая. 10.30. Эту задачку мы с вами забацали. Мы решили. Вот. Решили эту задачку. Вот. Теперь, значит, будет задачка следующая. Вот. Да. На небольшое тело массы 200 грамм, движущейся скоростью 4 метра в секунду, в течение 0,3 секунд действует постоянное по величине и направлению силы 2 ньютона. Направление силы перпендикулярно первоначальному направлению движения тела. Найдите скорость тела после прекращения действия силы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Значит, задачка, как выяснилось, из моего, так сказать, опыта, нерешаемая для очень многих учеников и студентов. А почему? Вот иногда, да, нужно выйти, так сказать, за грани вот нашего представления решения задачи. И всё. Вот обратите внимание, здесь не сказано, я даю, так сказать, подсказку, тем, кто хочет эту задачку решить самостоятельно, не послушав моего объяснения. Так вот, здесь не сказано, что тело находится на горизонтальной плоскости. Просто лишь сказано, что тело, масса которого 200 грамм или 0,2 килограмма, да, которое движется со скоростью 4 метра в секунду. 4 метра в секунду движется. И в течение 0,3 секунд на него действует по величине и направлению сила 2 ньютона. То есть на это тело, которое движется со скоростью 4 метра в секунду, в течение 0,3 секунд будет действовать сила 2 ньютона. И вот эта сила будет перпендикулярна направлению движущегося тела. То есть что означает? Что вот это вот тело движется со скоростью 4 метра в секунду. Понятно, да? А теперь на это тело, вот в этом самом направлении, перпендикулярно движению, действует сила 2 ньютона в течение 0,3 секунд. И что мы должны с вами найти? Скорость после прекращения действия этой силы. Но эта сила прекратит действовать через 0,3 секунды. А пока она действует, значит, по оси Y, допустим, да? Вот, я могу силу и туда направить, неважно. В данной ситуации я сделал так, значит, по оси Y это тело приобретет Vy, какую-то скорость, которую мы с вами и можем найти. А как же ее найти? А очень просто. Vy будет равняться V нулевое плюс AT. Но V нулевое Y, оно будет равно 0, потому что тело-то двигалось так. А теперь в какой-то момент времени на это тело подействует сила по оси Y. То есть по оси Y не было никакой скорости. Вот, оно будет только увеличивать свою скорость. Но ускорение это у нас F на M, правильно? Значит, 2 мы делим на 2 десятых. И мы получаем с вами, что ускорение будет равняться 10 метрам на секунду в квадрате. По оси Y. Вот. Обратите внимание, здесь не сказано, что это тело вот в воздухе, может, на плоскости, да? Вот. То есть здесь нет силы тяжести. Вот. Вернее, что я сказал, нет силы тяжести. Вот. Очевидно, это тело движется вот в этой плоскости так. Вот. Вот, скажем, на тетрадке. Вот. Оно движется вот таким вот образом. А теперь на него начинает действовать сила вот в этом самом направлении. Это нужно понять, да? Вот. Ну и чему тогда будет равняться VY? 10 умножить на 3 десятых. 0,3. И мы получали 3 метра в секунду. Ну и получается у нас сюда 4, а сюда 3. Так, так, так. Скорость и векторная величина. Вот скорость какая должна будет после прекращения силы. Эта скорость будет равна 5 метрам в секунду. Теорема Пифагора. Или золотой треугольник. 3, 4, 5. Вот все. Значит, Vy равняется 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. Ну это, как всегда, равняется 5. Вот таким вот образом мы решили эту задачку. Я в самом начале сказал, что очень многие начинают думать. Вот, тело-то находится на горизонтальной плоскости, движется. А теперь вот сюда действует сила. И что же происходит? И после этого начинается писательство различного рода докторских диссертаций и тому подобное. Ну, а задачка решается именно вот таким вот образом. Вот все, что мне хотелось бы вам рассказать. Ну и, естественно, напомнить. Пусть эти физиков на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Продолжаем с вами готовиться к единому государственному экзамену, ну и между делом к различного рода контрольным и самостоятельным работам. И готовимся мы с вами по очень хорошему учебнику сборник задач по физике для 10-11 класса Московкиной и Волковой. И сейчас нам с вами предстоит решить две задачи 10-31 и 10-32 задача 10-31 иногда вызывает некоторые сложности, поэтому я здесь для того, чтобы ее и объяснить. Итак, задача. Тележка с песком движется по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы 35 ньютонов, которая совпадает по направлению со скоростью. Итак, действует постоянная сила. Сила является, естественно, причиной ускорения. Так, отложение. При этом песок высыпается через отверстие дне с постоянным расходом 0,5 килограмм в секунду. Итак, что нам известно? Действует сила 35 ньютонов. Расход, ну давайте обозначим буквой В, допустим, да, 0,5 килограмм в секунду. Килограмм в секунду. Ну и нарисуем тележку с песком. Вот песок. Да, и этот песок отсюда через это отверстие будет высыпаться. Вот. Песок высыпается. А тележка под действием постоянной силы будет двигаться. Вот в этом направлении. Так, понятно. Найти ускорение тележки через одну минуту. Ну, понятно, что через 60 секунд. 60 секунд. Вот. Если в момент начала движения масса тележки вместе с песком составляла 100 килограмм. Вот. Так. Ну, вот это вот данное мне очень нравится. Да? С постоянным расходом 0,5 килограмма в секунду. Так. Вот и возникает вопрос. А что же произойдет через минуту? А через минуту, когда тележка пройдет какое-то расстояние, масса тележки вместе с песком будет уже не 100 килограмм. Потому что масса будет равна вот эта вот B. Мы умножим на T. Это одна вторая. Умножаем на 60. И мы получаем, что песок, это масса песка, который высыпался, который высыпался, 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 будет 30 килограмм. Значит, через одну минуту, вот, масса тележки будет равна 70 килограмм. Вот это нам нужно понять. То есть, произошло изменение по массе. Это 100 килограмм. Отнять 30 килограмм, которые высыпались, мы получаем 70 килограмм. Вот это самое главное, что нам нужно было сообразить. Вот, смотрите внимательно. Чуть-чуть, да, как будто бы похоже на некоторое подобие реактивного движения, когда масса горючего при взлете ракеты начинает изменяться. И здесь происходит изменение массы. Происходит изменение массы. И изменение массы как раз и будет нам давать не что иное, как и изменение скорости. Несмотря на то, что на это тело, естественно, действует и постоянная сила. Поэтому, что же мы должны сделать? Да? Что же мы должны сделать? Вот здесь вот скорость начальная была равна нулю. И скорость, которую мы должны найти, это произведение ускорения на время. А вот как же найти это ускорение? Ускорение по второму закону Ньютона это f деленное на m. Но сила-то у нас постоянно, а масса, она у нас изменялась. Поэтому, что же у нас происходит? Значит, что скорость, которую мы ищем, это будет f деленное на изменение массы. Да? И умножить на время. Вот интересная штуковина, которая у нас произошла. Вот. Значит, скорость, которую мы ищем, через время 60 секунд, мы с вами можем найти, чему она будет равняться. 35 умножаем на 60 и делим на 70. Да? Получаем 30 метров в секунду. То есть, вот такая скорость была у этого, как его называют, тележки, да? Через 60 секунд. Вот. Ну, а раз так, мы сейчас можем найти и ускорить. А ускорение, v равняется, v нулевое плюс at, да? v нулевое 0, отсюда ускорение, через 60 секунд, это будет v на t. Все. Значит, что у нас получается? 30 в 60 или 0,5 метров на секунду в квадрате. Метров на секунду в квадрате. Вот таким вот образом можно решить эту задачу. Итак, обратите внимание, вот, что ускорение, оно будет меняться. Но сила-то постоянно, а ускорение будет меняться за счет того, что все время будет происходить изменение скорости. Но поскольку нам задача спрашивается, чему будет равняться ускорение, конкретно через одну минуту, эту задачу можно решать и таким вот образом. Не надо тут, так сказать, мудрить. Итак, эту задачу мы с вами решили. Давайте посмотрим, чему будет, о чем говорится в 10.32. Некоторая сила сообщает телу массой 3 килограмма ускорения А1. И та же самая сила сообщает телу массой 2 килограмма ускорения А2. Телу какой массы эта сила может сообщить ускорение А1 плюс А2. Вот такая вот интересная задача. Ну что, давайте с вами посмотрим. Все время одна и та же сила. Все время одна и та же сила. Значит, сила сообщает ускорение. Да, сказано здесь. Давайте посмотрим еще раз. Некоторая сила сообщает телу массой 3 килограмма ускорения А1. То есть что получается? Что сила будет равняться 3. Вот вместо массы пишу 3 и получается А1. Во втором случае та же самая сила. Телу масса сообщает телу массой 2 килограмма ускорения А2. А нам нужно найти А1 плюс А2 и какая будет масса. Вот все. Ясно? Значит, понятно, что та же самая сила должна сообщить этому телу ускорение. Вот А1 плюс А2. Вот такая вот ситуация. Правильно? Правильно. Ну и что? Давайте найдем, чему равняется А1. F равняется тут M. А вот А1 у нас будет равняться F деленное на 3. А А2 это F деленное на 2. Да? Значит, F равняется. Масса. Вот это F можно вытащить за скобку. А в скобках будет 1 треть плюс 1 вторая. И мы видим, что FVF можно сократить. Вот. Ну, понятно, что тут будет 1 треть плюс 1 вторая. Это будет 5 шестых. Ну, мы ведь с вами учимся. Поэтому можно взять калькулятор. И вот тут есть такая А, В, С. Ну, у меня на калькуляторе, кассе 82. Вот. Значит, что я могу найти. Значит, 1 А, В, С, 3. Вот там получается вот такая штучка. Вот. И я прибавляю 1 вторую. Вот. Получаю 5 шестых. Понятно. Значит, тут у нас получается единица. А тут масса и 5 шестых. Ну, значит, масса будет равняться 6 пятых или 1 целых 2 десятых килограмм. Вот еще одну задачку мы с вами решили. Ну, пока все. Мне остается только вам напомнить, что учьте физику. Но в самом суперском канале физика это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен. И благодарен. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Продолжаем с вами решать задачи и готовиться к единому государственному экзамену и не только, к контрольным, к самостоятельным. Задачи из сборника по физике для 10-11 классов. В Московкиной и Волково. Задача 10-33. Задача 10-34. 10-33. С каким ускорением поднимается груз на веревке, если ее натяжение увеличилось вдвое по сравнению с натяжением, которое создается неподвижным грузом? Я еще раз напоминаю. Что если у нас грузик, который подвешен на веревочке, находится в состоянии покоя, это означает, что сила тяжести и сила натяжения нити, они будут абсолютно одинаковыми. А вот если мы начинаем, представим себе, что это веревочка, потому что на пружинке это видно намного лучше, я еще раз показываю этот, так сказать, опыт, я начинаю, и обратите внимание, двигаться вверх, то есть изменять свою скорость резко, да, опа. Обратили внимание, ниточка-то растянулась, значит натяжение нити возросло. Итак, натяжение нити увеличилось вдвое, то есть, когда поднимаем с ускорением, да, вверх, натяжение нити становится в два раза больше по сравнению с тем, что было раньше. Это сейчас, а раньше, раньше, да, тут была сила тяжести, которая не изменилась, тут было натяжение, то есть t равнялось mg, вот. А что же у нас сейчас происходит? Два t, отнимаем mg и получаем ma, второй закон Ньютона в действии, правильно? Но ведь сила-то тяжести не изменилась, она была равна натяжению ни-ти, которая была, так сказать, у нас раньше, правильно? То есть, то, что у нас тогда получается. У нас получается следующее. Два t, это два mg, отнимаем mg и получаем ma, то есть, mg равняется ma. И мы видим, что ускорение, которым нужно двигать вверх, должно равняться 10 метрам на секунду в квадрате, но равняется ускорению свободного падения. Вот всё, эту задачку мы с вами решили. А вот теперь знаковая задача 10.34. Обратите внимание, я её сначала прочитаю, а потом начнём думать. Верёвка выдерживает груз 110 кг при вертикальном подъёме его с некоторым ускорением. И груз массой 690 кг при опускании его с таким же по модулю ускорением. Какова максимальная масса груза, которую можно поднимать на этой верёвке с постоянной скоростью? Итак, смотрите внимательно. Вот нужно найти ключевое слово. А ключевое слово здесь, что верёвка выдерживает груз 110 кг при вертикальном подъёме с некоторым ускорением. И выдерживает 690 кг. Понятно, потому что тогда сила упругости или натяжение верёвки будет меньше. Вот смотрите, я ещё раз это продемонстрирую. Вот если я начинаю поднимать вверх, пружинка растянется. Правильно? А когда начинаю опускаться вниз, пружинка, вот, оп, пружинка-то у нас сжимается, значит, естественно, натяжение начинает падать, поэтому можно поднимать более тяжёлые, так сказать, грузы. Вот. Но верёвка выдерживает. Это означает, что сила натяжения во всех этих случаях является предельной. Значит, во всех этих случаях она не изменяется. Вот это, так сказать, нужно понять. Итак, что же происходит? Так, что же происходит? Это надо убрать, что же происходит. Вот. Итак, давайте рассматриваем первый случай. Первый случай у нас такой. Когда мы поднимаем вверх. Да? Это у нас сила тяжести. Здесь у нас Т. Правильно? И что же у нас происходит? У нас происходит Т минус МЖ, и это всё будет равняться МА1. Это в первом, так сказать, случае. Правильно? Что же происходит во втором случае? Во втором случае, вот что у нас происходит. Только сейчас всё это движется вниз. И мы пишем МЖ отнять Т равняется МА2. Понимаете, да? Что произошло? Вот. Что мы можем сказать? Что ускорения эти по модулю задачки было сказано, да? Что они абсолютно одинаковы. То есть А1 равняется А2. Ну, а значит, тогда я могу и равняется А, да? То есть то же самое ускорение. Поэтому, чтобы нам в дальнейшем было, так сказать, легче, да, я вот эти вот индексы могу убрать. Это одно и то же ускорение. У нас получается. Ну, вот и всё. А теперь, что можно сделать? Поскольку и здесь Т, и здесь Т одно и то же. То есть тут Т у нас получается МЖ отнять МА. А здесь у нас получается, что Т равняется МЖ плюс МА. Тогда я могу написать следующее. Что МЖ плюс А. И МЖ плюс А. Ну, ёлки-палки. Вот. И М, который будет равняться. Так, стоп, минуточку. Минуточку. Массы-то разные. Ё-о-о, ну что я делаю? Ну, ёлки-палки. Массы-то разные. То есть здесь у нас М1, а здесь у нас М2. Вот. Правильно? Значит, секундочку. Значит, здесь у нас получается М2Ж. Тут М2, тут М1. М2Ж минус Т равняется М2А. И тогда у нас получается, что Т равняется М2. М2А, а тут будет Ж минус А. А здесь Т у нас равняется. Тут М1. Ё-моё. М1. А здесь у нас будет Т равняется М1Ж плюс А. Вот. Правильно? И что мы должны с вами сделать? Мы должны с вами найти ускорение. Мы с вами должны найти ускорение. Ну, давайте его и найдём. Значит, что у нас получается? М2Ж минус М2А равняется М1Ж плюс М1А. И таким образом М2 минус М1. Вот это я переношу в эту часть Ж, вытаскиваю за скобки. А это переношу в эту часть. И получается М1 плюс М2. И таким образом я могу найти ускорение. Ж. М2 отнятие М1. А здесь будет М1 плюс М2. Вот. По условию задачи было известно, что М1 110 кг. А М2 690 кг. Ну, что нужно сделать? Взять и подсчитать. После элементарных подсчётов с помощью калькулятора мы получаем ускорение, равное 7,25 метров на секунду в квадрате. А вот теперь вопрос. Для чего мы нашли это ускорение? А ускорение мы нашли для того, чтобы найти натяжение нити. Предельное натяжение нити. Которое будет абсолютно таким же, когда мы начнём его поднимать равномерно. груз какой-то массы М, которую мы, кстати говоря, и ищем. Тогда можно воспользоваться либо первым, либо вторым, каким угодно уравнением. Давайте первым воспользуемся. Тогда у нас натяжение нити – это М1 G плюс А. Вот. Чему будет равняться 110? Это 10. И умножим на 17,25. Понятно, да? Почему? Потому что масса 110, а ускорение – это G плюс А. G принимаю за 10. Значит, получается 17,25. Всё. Берём калькулятор и подсчитываем 110, умножаем на 17,25 и получаем 1897,5 ньютонов. Вот такая вот у нас получилась натяжение. Вот такая сила натяжения нити у нас получилась. Ну а теперь, когда мы начнём равномерно поднимать грузик, либо опускать равномерно, это уже не имеет значения, натяжение нити будет равняться силе тяжести нового грузика равномерно. То есть, Т равняется МЖ. А это означает, что масса, которую мы можем поднимать таким образом, чтобы верёвка эта не оборвалась, будет в 10 раз меньше силы натяжения нити. То есть, Т делённые ножей мы получаем 189,75 килограмм. Ну, можно округлить, получить 190 килограмм. Вот такая вот масса грузика у нас должна быть. Вот всё. Да, хорошая задачка. Извлечь нужно одно единственное. Что когда поднимаем, когда опускаем, и сказано о натяжении нити, предельной, да, вот, максимальной, это нужно понять, что при подъёме и при опускании это будет не что иное, как величина постоянная. Всё. Учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто. Канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными, доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Мы с вами продолжаем решать задачи по теме Второй Закона Ньютона. И сейчас нам с вами вместе придётся разобрать достаточно интересную задачу. Я хочу вам сказать, если вы научитесь решать и поймёте, как это делать, значит, можно, так сказать, вздохнуть свободно и сказать самому себе, Ну, всё, я готов решить любые задачи по теме Второй Закона Ньютона, потому что я понял, как решается эта задача. Итак, задача из сборника. Задача по физике 10-11 класса Московкиной и Волкова. И задача 10-35. Давайте с вами посмотрим, о чём, так сказать, ведётся речь. Задача такая. Тело, брошенное вертикально вверх, возвратилось в точку бросания. Ну, казалось бы, что всё классно. Бросаем и возвращается. Определить отношение времени спуска ко времени подъёма, если масса тела равна полкилоу, полкилоу, а сила сопротивления воздуха 3 ньютона. Ну, давайте сначала нарисуем. Итак, бросаем тело вверх, но поднимается, а потом падает. Вот. Поднимается на эту высоту, а на эту высоту, ну, естественно, с этой же высоты, как говорится, падает. При этом есть сопротивление воздуха. Давайте сделаем вот что. Время подъёма это вверх, а время падения и обозначу буковкой Т2. Вот. И найти в нашей задаче нужно отношение этих времён Т2 к Т1. Вот такой вот вопрос. Имеется сопротивление воздуха. Поэтому, что мы будем делать? Давайте разбираться. Итак, тело поднимается вверх. То есть, мы рассматриваем, что происходит, когда тело поднимается вверх. Естественно, на тело действует сила тяжести. И поднимаясь вверх, мы видим, что и сопротивление воздуха будет направлено вниз. Вот такая вот у нас штуковина появилась. Кроме всего прочего, поднимаясь, так сказать, вверх, мы видим, что это тело замедляет свою скорость. Значит, ускорение будет отрицательным. Ну, это понятно. Давайте сделаем вот что. Выберем ось как положительную вверх. И тогда я запишу минус F минус Mg. Мы видим, что сумма сил, она отрицательна. А сила является причиной ускорения. Значит, и ускорение должно быть отрицательным. Значит, минус Mg. Умножив все на минус единицу, ой, на единицу, да, вот, нет, на минус единицу, мы получаем F плюс Mg равняется Mg. Таким образом, мы с вами получили первое уравнение, которое говорит нам о том, что тело поднимается вверх. Так, давайте с вами посмотрим. Это ускорение у нас будет первое, да? Сил трения есть, масса есть. Вау! Значит, можно найти ускорение. Ну, давайте его сразу и найдем. Это F плюс Mg и деленное на массу. Давайте посчитаем. 3 плюс 5, 0,5 на 10, это будет 5, и делим на 0,5. Значит, увеличиваем все это в два раза числитель и получаем 16 метров на секунду в квадрате. Вот такое вот ускорение вверх. Я его здесь и запишу. А1 у нас получилось 16 метров на секунду в квадрате. Теперь, что происходит, когда тело достигло наивысшей точки, оно сразу же начинает падать. что происходит во время падения. Сила тяжести опять-таки вверх, сила сопротивления сила тяжести вниз, сила сопротивления вверх, и мы можем сейчас записать Mg отнять F, и это будет у нас M A2. Ну, отсюда следует, что A2 это просто-напросто Mg отнять F и деленное на массу. Вот некоторые могут, так сказать, сказать, да, у нас же ось выбрана вверх, значит, F должно быть положительно, Mg должно быть отрицательно, а вот в данных задачах, да, можно сказать, ага, тело доехало до высшей точки, и как будто бы начинается новый, так сказать, этап. И в данной ситуации, когда тело падает вниз, я могу выбрать ось вниз, что я, в общем-то, и сделал. Некоторые могут спросить, ага, да, а если мы не хотим этого делать, ну что ж, если мы этого не хотим делать, пожалуйста, почему бы и нет, да, тогда у нас все равно получится это самое выражение. Давайте с вами посмотрим, если ось у нас будет направлена вверх, тогда мы получаем f отнятием g, да, и равняется mA, да, вот, mA, но ускорение-то оно у нас направлено вниз, тело увеличивает свою скорость, и против оси, тогда мы тоже здесь должны поставить знак минус, правильно, и решая это самое уравнение, вот, перенося, так сказать, mG в эту часть, вот, или умножив все на минус единицу, мы получаем минус f плюс mG, да, равняется mA, и тогда у нас f все равно получается mG отнять mA, второе, вот, ну, я просто вам сейчас рассказал, что можно делать и таким вот образом, но в принципе, нужно облегчить свою жизнь, что я, так сказать, и сделал в этой ситуации, короче говоря, что у нас получается, у нас получается 5 отнять 3, делим опять-таки на 0,5, да, вот, и получаем 4 метра на секунду в квадрате, то есть ускорение, когда тело начинает падать, оно во много раз будет меньше, ну, в 4 раза в данной ситуации будет меньше, да, чем при поднятии вверх, и так я записываю, что А2 равняется 4 метра на секунду в квадрате, вот, некоторые вещи я, так сказать, разобрал, все, первая часть, так сказать, закончена, я это убираю, вот, и давайте дальше с вами соображать, что же происходит, и так тело поднимается вертикально вверх и проходит вот это вот расстояние H, которое будет равно, вот, это у нас скорость V0, скорость эта неизвестна, значит, V0, T1, потому что T1 это время, которое требуется для поднятия тела с точки бра задняя до максимальной высоты и минус что? Минус А1 ниже а ускорение А T1 в квадрате деленное на 2. Вот такое вот выражение мы с вами написали. Теперь дальше что происходит? Опять-таки тело останавливается и начинает падать, то есть та же самая высота можно подсчитать А2 T2 в квадрате деленное на 2. Вот что у нас с вами как говорится получилось. Ну а раз это получилось, значит мы можем приравнять левые и правые части. да? Ну здесь аж здесь аж это означает что В нулевое T1 минус А1 T1 в квадрате деленное на 2 равняется А2 T2 в квадрате деленное на 2. Вот. Тут можно сделать такую комбинацию. Вот здесь 2 здесь 2 здесь 2 а здесь 2 нету. Ну сейчас будет. Я на 2 помножил на 2 поделил. И таким образом вот эти двоечки я могу убрать. Вот что у нас с вами получилось. Правильно? Правильно. Так, 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 так. Что же нам так сказать делать? Сейчас. Так. Ускорение есть, ускорение есть. Вот V0 нам мешает, да? Так. Ну хорошо, давайте с вами посмотрим. Что же можно сделать? Высота равняется V квадрат отнять V0 квадрат и деленное на 2 в общем виде. Но поднимая сверху ускорение будет первое. Оно будет отрицательно. Тело останавливается. Обратите внимание. в наивысшей точке. И мы получаем с вами V0 квадрат деленное на 2 А1. О, уже лучше. Правильно? Вот. Таким образом мы можем с вами сделать следующую то есть сказать штуковину. Найти чему будет равняться V0. Отсюда будет следовать что V0 это у нас не что иное как квадратный корень из 2 А1 умноженное на высоту. Правильно? Правильно. Так, 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 так. Теперь смотрим дальше. А дальше-то с этой же высоты тело начинает падать. х равняется А2 Т2 в квадрате деленное на 2. Давайте сюда поставим и получится что V0 равняется 2А1 а вместо h я напишу А2 Т2 в квадрате деленное на 2. О, двоечки сократили и смотрите мы получили что V0 Т2 а тут будет квадратный корень А1 на А2 О! Получилось очень красиво. Правильно? Я нашел V0 Ну а раз я нашел V0 я его сейчас запишу в каком нибудь так сказать месте Ну давайте здесь V0 у нас получилось равное Т2 квадратный корень А1 на А2 Вот И тогда вот эту вот штукенцию я могу убрать И смотрим что же у нас получилось Вот ведь у нас V0 Да? Тогда у нас будет 2 вместо V0 я пишу Т2 на квадратный корень А1 А2 минус А1 Т1 в квадрате равняется А2 Т2 в квадрате Так И что же можно сделать? А можно тут сделать такую интересную штуку Вот мы ищем отношение Т2 к Т1 Правильно? Смотрим Здесь у нас Т2 и здесь у нас Т2 Вот Давайте все что у нас имеется поделим 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 на Т1 в квадрате Что же тогда у нас будет? У нас получается 2 Т2 на Т1 в квадрате квадратный корень А1 А2 минус минус О! Я же забыл здесь Т1 написать Ёлки-палки Вот вот здесь у нас Т1 Вот сейчас все становится на свои места Значит здесь будет Т2 Т1 здесь будет просто А1 равняется А2 А здесь будет Т2 квадрат на Т1 в квадрате Видите мы все делим на Т1 в квадрате Поделили И смотрите как здорово получается Т1 Т1 здесь сократили Вот И получили Т2 на Т1 Ускорение нам известно А сейчас я делаю следующую так сказать комбинацию Я здесь уберу с вашего позволения Я говорю А пусть у нас Т2 на Т1 это будет Х Да И тогда что у нас получается 2 Т2 на Т1 это Х которую мы кстати говоря ищем умноженное на 1 на 2 отнимаем А1 и получаем А2 А Т2 на Т1 это Х значит тут будет у нас Х в квадрате Все И давайте с вами посмотрим что же у нас получается 2Х 1 на А2 это 64 А квадратный корень из 64 это у нас будет 8 отнимаем А1 равняется А2 это у нас 4Х квадрат и мы с вами получаем 16Х минус 16 равняется 4Х квадрат Опа Убираем и получили с вами обыкновенное квадратное уравнение поделим все на 4 получаем 4Х минус 4 равняется Х квадрат значит Х квадрат отнимаем 4Х прибавляем 4 и все это равно нулю ну и что нам нужно сделать решить квадратное уравнение значит Х 1 2 равняется естественно здесь можно сразу написать ответ ну мы с вами идем вот такой прямолинейной так сказать дорогой и будем пользоваться формулой для получения корней квадратного уравнения это будет минус Б плюс минус Б квадрат минус 4А С деленное на 2А ну вот значит здесь будет 4 плюс минус квадратный корень 16 минус 4 на 4 и делим на 2 ну все здесь у нас 0 4 на 2 мы с вами получаем 2 значит Х у нас получился равен 2 значит отношение времен будет равняться 2 то есть в данной ситуации при наших так сказать раскладах время падения вниз будет в 2 раза больше времени подъема вверх ну вниз всегда быстрее да вот что-то происходит чем так сказать вверх при сопротивлении воздуха ну вот все правда хорошая задача решите несколько раз чтобы она отложилась в голове и будет нам всем так сказать счастье учите физику на самом суперском канале физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен всего-всего вам доброго до свидания до новых встреч до новых встреч